Доброе утро! Доброе Батайское утро! Мы сегодня с вами делаем обзор по просьбам зрителей. И в этом деле нам помогает наш товарищ, координатор Вадим. Добро пожаловать в Теннисную Батайю! Сегодня мы увидим с вами несколько кортов, на которых мы с нашими друзьями периодически играем в теннис. Радуем себя и наших близких друзей и подруг этим замечательным видом спорта. Вперед! Ну вот наш первый корт. Вадим, представь его. Это корт отеля Champion Garden. Стоимость 180 бат. Частость меня не изменяет. То есть все удобные, прекрасные серии. Это 180 бат, это получается на всех же? На группу, то есть либо двое, либо четыре человек? На группу, на группу. 180 или 200 бат типичная цена, да. При отельных кортах. Можете видеть, что... Ну, корт не первоклассный, конечно. Но для справочки, этот корт мы здесь играли, арендовали, когда пандемия была. Все корты были закрыты, правильно? Да. Он все равно функционировал и приносил радость игрокам. Да, да, да. Вот один отель, который находится на Adjantien. Еще один прекрасный теннисный корт. Для проживающих в отеле этот корт, естественно, бесплатный. Так и букинируем, Вадим, Вадим, где в этом месте? В подвале, где дома. А, как раз напротив здания, там не спускаешься, там типа ресепшн, да? Да, там можно пройти, посмотреть. Так и цена здесь у этого корта? 200 бат тоже, 200 бат за час. На всех, то есть плата за корт, не за участник. То есть заранее это букинировать надо? Ну да, обычно накануне, либо за несколько дней. Можно вообще на неделю расписать, да? Да, да. А, депозит какой-то вносится? Депозит нет. Видео, дай мать. Он не понимает. Окей, да. Ну вот это уже категория корта другая уже. Это уже Roll Clif. Соответственно, вот здесь 6 кортов, там еще один корт. Угу. Проживание в шикарном отеле 5-звездочном, европейском уровне на берегу моря. По всем сервисам вы можете купить абонемент. Абонемент годовой же Руде есть? Да, есть годовой абонемент, он 36 тысяч стоит. Либо разовые занятия. С тренером, без инструктора, с парик-партнером. То есть все зависит от вас, от ваших финансовых возможностей. Словом, задавайте вопросы, если такие у вас будут. Так, и цена одного часа здесь? Здесь 300 бат, но 300 бат на одного играющего. А, тут уже. Это, ну здесь тренировались такие звезды, как наши фут-теннисы, как Михаил Южный. Вроде кафельников здесь были? Да, в свое время, в свое время кафельников здесь играл. То есть наша сборная периодически сюда приезжает тренироваться. Ну и, соответственно, цены отличаются от приотельных. Ну, здесь и покрытие, здесь все, уровень, конечно, чувствуется. Здесь даже трибуны есть для болельщиков. Так что все условия. Едем дальше. Корот чем примечательно, что, по полневойству, посмотрите, за ним есть стенка. То есть, в принципе, для начинающих игроков очень удобно тренироваться. Так, отель как называется, Вадим? Отель Сиам Бэй Шо. Вот. И, соответственно... То есть, здесь один корт, еще сколько там... Еще, вот мы сейчас пройдем, вон еще один виднеется, и там еще четыре корта. То есть, здесь состояние их не разное. Состояние этого корта, так скажем, желают оставлять лучшего. Вот, но здесь прекрасно стенка, в которой можно, в общем, тренироваться начинающим. Какая-то стенка интересная вообще, непонятно из чего сделано. Если ты остался в отеле, то корты эти у тебя бесплатно. А, ты живешь, да, да. Вот. Но лично очень часто приходят играть, и платят за них 300 бат. Но 300 бат не за человека, как в отеле Royal Clip, я говорил раньше, а 300 бат за час игры. То есть, допустим, если играет четыре человека, то каждую хватит по 75 бат в час. А, ну, что понятно, как проще получается. Ну, здесь уже условия, здесь душевые, туалеты, все уже есть. Здесь душевые, да, туалеты, опять-таки ресепшн. Да, да, все. Здесь вот заказывали заранее. Вот такая зона. И вот такие раз, два. Вот территория ухожена. Все это один отель, вот. Ну, вот эти три корта, они, так скажем, более респектабельные, более представительные. Ну, вот, вот такие разные категории, вам выбирать, смотрите, думаете, а мы поедем дальше. А это уже наши корты. У нас идет тренировка, обычно каждый день. Половина пятого до пол седьмого. Вот у нас Николай проводит тренировочку с подрастающим поколением. Следующий корт. Здесь у нас Владимир. Добрый вечер, господа. Ну, вот она тренировочка очередная. Было правильно. Разножка, подножка. Игорь, самый главный тренер. Так, отработка. Движние дистанции, вот так примерно. Красиво, красиво, красиво. Сейчас мы наблюдаем технологию наших тренировок. Отстаем в сеточке на короткой дистанции. Потом отходим дальше, дальше, дальше. И пошли, и поехали. Так, Владимир, с Колей побросай, побросайтесь. Движние дистанции, друзья. сегодня мы поехали в лотос для того чтобы купить продукты для приготовления тайского супа там я первое что мы берем это тайские грибы затем набор для там яма креветки гребешки паста можно взять большой вариант мы взяли маленький в маленькой упаковочке добрый вечер вечер у нас уже наступил им как обещали вам мы сегодня готовим не менее знаменитый суп там я вам я буду приготовлен там ям по-тайски алой то есть морепродуктами что состав будет это стебли ремонт грасса затем лайм так дальше у нас острый перец чили в данном случае четыре штучки затем листочки у нас лайма так паста здесь она продается в разных мелкостях баночки затем сливки эти даже хорошего качества рыбный соус соевый соус и вот еще в завершении ко всему мы решили взять грибешки то есть у нас будут креветки кальмары и грибешки от всего начинаем начинаем с эманграса будем грязать сильно мелко луковицы нарезаем стебель выбрасываем следующий нас крышок галангала поехал это то же самое практически корень иберя можно использовать у вас наверно сложно найти поэтому берите обычный корень и уберя следующий нас перчик перчик мы сильно мелко резать не будем на 3 на 4 части его тоже не каждый кушает листочки мы обрываем тебе легкий бросаем часто задаваем вопросы как креветки очищать или не защищать таиланде принято у тайцев мы спрашиваем нас повара тайские они считают что кожицу с креветок снимать не нужно то же самое что рыбу готовить с нее шкуру снимать кожу снимать поэтому мы как правило оставляем кожицу с креветок удаляем здесь кишочка такая есть все знают она удаляется и вот такая прям во первых навар получается с креветок сервис не чищено вкуснее но нам 5 говорят не так делали кальмарчики вот эти режутся мы небольшие взяли поперек режутся колечками все приступаем приготовление ну вот вода у нас скоро закипит но до кипения мы не доводим в первую очередь закладываем это самая жесткая корешки стебельки если они нас дольше будет вариться поэтому в первую очередь загружаем их еще немаловажно по вкусу обычно добавляют еще кубики суда пищевые либо курочку может кто-то что любит так еще мы забыли показать и грибочки это примерно то же самое что в россии и шампиньев такие грибочки не по структуре похоже но это другие как следующее листочки лайма потом и перчик самый любимый бросаем лайм нажимаем кожицу нежелательно бросать иначе будет горчить затем наши три травки вас пойдет у нас дело так и сливочки сливками на эту на 4 порции у нас это получается 4 порции примерно 200-250 грамм доводим до кипения но опять же не кипятим то есть тайские блюда чем отличается от русских что тайские блюда очень быстро готовится примерно пару таких ложек еще и для вкуса значит не договорил тайские блюда в среднем готовится 2-3 максимум 4 минуты основные блюда чем они отличаются они в основном не кипятят доводят либо ошпаривают овощи и они получаются поэтому яркие и не теряют качество не теряет весь состав витамин поэтому такие блюда яркие приготовленные мы когда принимали татьев на работу обучали делать пельмени и когда они учились перемене для них это дико было почему пельмени мы делаем а потом и закладываем в морозилку они были просто вступленники вы приготовили и потом ходите в холодильник и мы когда объяснили а с морозилки потом достаем и варим они просто для них это дико они как правило ничего в проб не готовят у них все свежее кусочек мяса нужно купить 200 грамм они купили тоже при приехали приготовили они даже морозилки морозилки только лед хранят они даже морозилки мяса не поменяли нас не понимают так что вот ребят такие дела такие тайцы и значит у нас еще я думаю минутки две я на слабый огонь поставил и в последнюю очередь мы загружаем морепродукты то есть у нас все готовое уже грибочки сейчас засыпаем быстрее готовится в последнюю очередь закладываем морепродукты и как только начинает бурлить то есть буквально одна минутка и ваш и наш сутку меня готов так что ожидаем ну вот пролетела три минутки только в самом конце мы закладываем морепродукты средние креветочки мы крупные берем потому что такой средний самый самый вкусный получился так вот и фельмарчики у нас готовы резаны колечками гребешки это все доводим до кипения опять же не кипятим я думаю через полторы минуты уже все готово вот уже креветочки уже розовый цвет еще немножко не покраснеет ну вот наш том ям талэй готов вот такое замечательное блюдо получилось то мимо обычно подают рис простой отварной в обычной пресной воде без всяких специй в рисоварку закладываешь и получается классический тайский рис тайцы никогда спицы не добавляют при кинцу добавляем уже готовое блюдо тарелочку тоже по вкусу кто кто что любит ну вот это рецепт Продолжение следует...